Помните «Унесённый ветром» Скарли Тахара, где она говорила, «Красная земля тары даст тебе силы». Она ездила к себе домой, постоянно сонастраивалась. Она вспоминала те хорошие времена, когда она была молодой, и она этим заряжалась. Женщина очень чётко отслеживает, куда надо ходить, куда нет. Есть семьи, где постоянно гости, и к ним хочется ходить. А есть семьи, куда тебя зовут, и ты не хочешь приходить. Вот это и сонастройка есть. Сонастройка. Первый раз я это слово услышал в кругах таких эзотерических, энергетических. Есть сонастройка со святыми местами, сонастройка с горами, с полями, водами, реками, озёрами, морями, океанами. У каждого места есть своя энергетика. Человеку время от времени очень важно сонастраиваться с определёнными энергиями. Вот эта сонастройка помогает тогда, когда твоё психоэмоциональное состояние немножко подшатанное, но оно поддаётся корректировке. И тогда ты можно ездить на святые места, на природу. А шашлычок под коньячок вкусно очень. Вы замечали, что энергия группы есть ещё, энергия коллектива, энергия бренда есть. Ещё важно, с кем ты едешь. И если ваше окружение, друзья и подруги, они на более высоком уровне, чем вы, то вы наполнитесь их энергией, друг друга сонастроите и пойдёте достигать новых каких-то высот. Ты можешь вообще один ходить там в горы, а можешь коллективом ездить на велосипедах. Это тоже заряжает. Вы в одном эмоциональном, ментальном поле. Коллективные вылазки, они тоже помогают сонастроиться с определёнными мыслями и настроениями коллектива. И помогают даже сонастроиться с намерением учредителя. Человек приезжает, и он отдохнувший, хотя уставший, физически изнеможён, а состояние духовное, оно как бы повыше. У меня был такой случай, знаете, пришёл очень крупный бизнесмен, сильно состоятельный какой-то человек. Мы брали два стула, садились друг против друга, и он вот так садился, вот так закрывал глаза и сидел. Час. Потом через час открывал глаза и уходил. И так 10 сессий. Каждый день. Он не задаёт ни одного вопроса. Я думаю, что он ходит? Вот я его спрашиваю запрос, у него запроса нет. И вот он приходит ко мне и сидит молчит. Я говорю, вы знаете, вот седьмой раз приходите, в чём прикол? Я просто нахожусь в поле мастера, и я соностроюсь, у меня этого достаточно. К мастерам ходят, ходят к очень психологам, боксы, ямши, в аюрведе есть такое, к йогам ходят. Именно на мастера идут, потому что рядом с мастером твоё состояние меняется. К ним приходят на сессии, на семинары, приходят для того, чтобы соностроиться просто с мастером, как они говорят. Поэтому сонастройка очень важна, можно соностроиться с теми людьми, которых вы считаете успешных или более счастливее, чем вы. Можно соностроиться с счастьем, в состоянии счастья, добра, и можно соностроиться с богатым человеком на определённые вибрации. Есть люди, знаете, есть такие вибрации, с которыми соностроиться не сильно хочется. Мы хотим друг друга усилить, и мы идём в гости туда, где мы чувствуем энергетический потенциал. И поэтому та же и коуча, и психолога надо выбирать, и боксы, и мши кого-то, любого. Очень важна сама энергетика самого человека, потому что мы и есть энергия. Мы, когда умрём, нас просто не станет, потому что нет энергии в этом. И чем более ты энергичен, тем больше ты будешь притягивать людей. И поэтому очень важно найти человека, который более счастлив, чем ты. От него подпитаться той энергией или сонастроиться для того, чтобы создать свой поток энергетический в это вот состояние. Это не вампиризм, это сонастройка. Сонастройка — это, знаешь, когда камертон, да? Вот ты один камертон ударил, и второй начинает вибрировать. Он же не взял энергию отсюда, он просто сонастроился с этим. И так же люди, мы сонастраиваемся, это не вампиризм. И мало того, когда мы сонастраиваемся друг с другом, мы усиливаем друг друга. Происходит резонанс. И вот этот резонанс, он даёт более сильную волну, создаёт. Вампирят люди, которые сильно ниже в вибрациях, чем ты, и они будут твои вибрации снижать тоже. Ты будешь сонастраиваться с ними. Поэтому твой вибрационный фон должен быть сильнее, чем их. Но лучше, конечно, не сталкиваться. До определённого уровня можно ли прокачать себя самостоятельно или сонастроить? Можно. Пока твой психоэмоциональное состояние находится в более или менее относительном балансе, и когда ты чувствуешь, что начинает наступать дисбаланс, походы к друзьям, в горы, велосипеды, какие-то сонастройки на святых местах, просто на природе, они помогают тебе сонастроиться и поднять свой эмоциональный, психоэмоциональный дух, духовный рост. Но когда у тебя травма уже, когда ты глаза открываешь, и не то что там в горы пойти, до туалета не лень идти, один из таких набатов уже, не то что звоночек, это набат, это тогда, когда ты начинаешь агрессировать там людей. С причиной, без причины, без разницы, у тебя просто агрессия прёт. Агрессия и раздражение. Приходите на сессию на проработку своих блоков. Лучше чуть-чуть заранее, чтобы было какое-то ещё напряжение. Хроническая усталость, когда я уже ничего не хочу, ничего не могу, когда мне ничего не надо, вот с этим же сложно работать. Когда нет внутренней мотивации, вот эта усталость. Субтитры сделал DimaTorzok